Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» созданы с целью мотивировать медицинских работников на переезд в глубинку. Деньги на развитие программы выделяются из федерального бюджета. На региональном уровне медработников, переезжающих в Ненецкий автономный округ, также материально мотивируют. Только в 2021 году в округ на работу прибыло 11 человек – фельдшеры, врачи и медсёстры. В следующем материале мы расскажем о медработниках, которые по программе «Земский доктор» работают в Индиге. «Ну что, у нас в анализе здесь всё хорошо. В заключении мы выдадим, что у нас воспалений нет». Надежда Копылова – фельдшер-лаборант амбулатории посёлка Индига. После окончания Архангельского медицинского колледжа молодая девушка приехала в северную глубинку по программе «Земский фельдшер». «Сюда я приехала, получается, в октябре 2014 года. Прилетела сюда на самолёте. Было очень непривычно. Потому что, когда я сюда прилетела на Ан-2, я прилетела, и летели со мной, получается, рабочие на посёлок Учейский. Было сначала много-много техники, и потом в один момент все они разъехались. Я такая стою одна с этими вещами, которыми я приехала, и эти рабочие. У меня, соответственно, паника». Паника отступила в один миг. Девушку встретили и сразу отвезли в фельдшерский пункт. Свой первый рабочий день она помнит, как вчера. «Когда мы учились, мы говорили, что вы придёте, у вас будет автомат стоять, всё быстренько будет делать. А здесь же я всё раскапывала самостоятельно, забирала кровь. Было, в принципе, не страшно. Уже я была готова к этому». Сейчас у Надежды заканчивается контракт. По условиям программы «Земский доктор» специалист обязан отработать по специальности в медицинском учреждении пять лет. За это время Надежда вышла замуж, родила детей и набрала профессиональный опыт. «Когда ты одна, вообще бояться здесь ничего не надо. Всё равно здесь опыт, самый главный опыт. Ты надеешься сам на себя, тебе никто там не подскажет. Потому что в больших лабораториях в городе там всё равно ты придёшь, у тебя будут наставники. А здесь ты сам будешь справляться, сам, допустим, обучаться дополнительно где-то что-то. И поэтому я думаю, что можно ехать, зарабатывать стаж. И пока все, кто молодые, после окончания, почему бы нет». Ещё один медицинский работник, который приехал в Индику по федеральной программе – Алексей Бутаков. Молодой специалист также родом из столицы Поморья. Фельдшер признаётся, в детстве он мечтал стать сотрудником МЧС. Но в период обучения Алексей решил поменять профессию и перевёлся на медицинское направление. «Где я жил, возле общежития, там был органовский медицинский колледж. И всё время через эту дорогу я ходил и смотрел, я хочу здесь учиться, хочу здесь учиться. И вот спустя год, который я отучился в ГТУ, я понял, что я хочу учиться там. Спустя год я позвонил родителям, говорю, мам, извини, пожалуйста, я не хочу получать высшее образование, я хочу получить среднее специфическое образование, я хочу быть фельдшером». Выпускник медицинского колледжа устроился на работу в скорую помощь. На север его поманили перспективы. Фельдшер отмечает, несмотря на малую численность населения в посёлке, здесь тоже встречаются достаточно сложные случаи. «Здесь тоже встречаются и инсульты, и инфаркты, и отёк лёгких, и мерцательные аритмии, всякие интересные заболевания. Приходилось даже помогать участвовать в родоражении женщин». Работа фельдшера на селе имеет особую специфику. На плечи медработника ложится огромная ответственность. «Наверное, все медицинские работники, которые работают на селе, у них круглосуточные смены. Они работают круглосуточно. Даже сейчас я вам с вами разговариваю, мне могут позвонить, я могу убежать, потому что я дежурю в посёлке». Напомню, федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» направлены на поддержку специалистов здравоохранения, переезжающих работать в отдалённые населённые пункты с численностью не более 50 тысяч человек. Врачам, приехавшим в Наринмар, выплачивается 1 миллион рублей, фельдшерам – 500 тысяч. Врачи, переехавшие на работу в сельский населённый пункт или рабочий посёлок, получают 2 миллиона рублей, фельдшеры – 1 миллион. Наряду с федеральными выплатами специалисты получают региональные единовременные компенсационные выплаты. Размер региональной выплаты врачам, трудоустроенным в городе и посёлке искателей, составляет 500 тысяч рублей, на селе – миллион. Фельдшеры получают 250 и 500 тысяч соответственно. В прошлом году в Ненецкий округ переехали 11 специалистов. В 2022 году ожидается приезд ещё 10 медработников.